шалом шаббат хлопчики сегодня у нас на обзоре мышь от корейского бренда об конкор модели a660 цена на нее в россии начинается от 1800 рублей она имеет форму на 95 процентов схожую с g102 она проводная и и вес плюс минус 85 грамм построена на сенсоре 3325 и под основными кнопками заявлены амрона на 20 миллионов нажатий я самого начала не хотел делать на нее просто обзор так как она имеет про отца в лице 102 логи вернее даже соточки но давайте ее столкнем лоб в лоб с этой самой 102 клон будет держать ответ поехали как и с 900 нас встречает оригинальный пластиковый кейс с четырьмя фиксаторами сзади на коробке стикер где представлена основная техническая информация ничего особенного и сверх ординарного в коробке также шаром покати ни ножек ни наклейки не салфетки на худой конец просто мануальчик и сама мышь в дешевой пластиковой ванночке не густо ну ладно мы же не топчик какой-нибудь рассматриваем 1700 рублей етить с этим баксом это дешево дни на мыши выглядит так три тефлоновые ножки вокруг них есть ободки с пазиками для быстрого и удобного снятия этих самых пресловутых ножек сам тефлон полируется не совсем откровенный пластик скольжение довольно вязкая и маслянистая но при этом без затупов предстарт стопе окошко сенсора практически по центру и окружено наплывом из матового пластика это не тефлон пожопили по бокам от сенсора по два многопозиционных переключателя левая отвечает за смену dpi и сетка переключения построена очень неинтересно 1500 1600 2000 во-первых это странно потому что dpi расположен не по возрастающей но это можно как-то объяснить какой-то странной логикой и удобством а вот второе еще более неординарно тут установлен 3325 и его заводской ход dpi 250 практически все значения удовлетворяют этому правило но есть магический 1600 как зачем и почему короче вдвойне странно правый ползунок понятен больше он отвечает за герцовку 1500 250 125 герц с днищем закончили выход кабеля из мыши обыгран адекватно есть защита от перегиба которая поднята над ковром и смотрит параллельно ему а вот сам кабель короче он без оплетки и это его не спасает тяжелый дубовый не эластичный даже не эталонный кабель g102 окажется просто level up давайте быстренько пробежимся по материалам снизу матовый пластик по бокам глянцевый в местах подсветки и матированный в местах контакта с большим пальцем сверху довольно маркое покрытие собирающие отпечатки пальцев похоже на покрытие кейкапов в целом мышь адекватно ощущается но без претензий на большее по форме как я уже говорил это на 95 98 процентов мышь идентична 102 однако при ближайшем рассмотрении есть различия первая мышь все-таки пожирнее на примерно 1 миллиметр в общем по боковым размерам найти это можно лишь при прикладывании 102 и фактически это не сильно то и ощущается что же ощущается более значительно так эта форма боковин у 102 они более дуты словно пирожочек а вот у а 660 это практически прямая линия идущая от верхней кромки к нижней скажу так все на любителя вроде и нет дутости у а 660 в боках но она чуть жирнее в боковых размерах отсюда имха паритет по ухватистости в остальном же идите в магазин и трогайте я знаю как поклонников так и лютых хейтеров таких размеров и формы однако имха под пальцевый хват она заходит лучше чем g pro wireless основные кнопки подпружиненные панели и амрона на 10 миллионов нажатий у 102 или амрона на 20 миллионов нажатий и классическое строение кнопок чтобы выбрать с точки зрения сборки а 660 лучше панели не люфтят имеют минимальный при лот в то время как у 102 дребезг звон и при лот ядерный да и сам клику а 660 тише ощутимо но все-таки я выберу 102 почему несмотря на то что клик более тяжелые упруги он более линейные имха предсказуемый уа 660 клик тоже заебись особенно в части частоты накликивания для абакана это просто на пушечка но он такой знаете на грани сенсорных калькуляторов однако уверен что он найдет своих любителей а Колеса. Оба колеса не эталонны с точки зрения погремушечности. Оба на механических энкодерах. Но скролл А660 более склонен к люфтам, обладает ощущением меньшей массы и имеет менее выраженные осечки. Единственный плюс не так тарабанит как тарахтелка 102. Нажатие на колесо у А660 ощутимо лучше. У G102 прям ощущается дешманская тактовая кнопка. С боковыми же ситуация диаметрально противоположная с точки зрения нажатия. Тут без вариантов 102. Под боковыми микрики, а вот в А660 убитые наглухо тактовые кнопки без поползновений к упругой обратной отдаче. Еще этот пустой звук короче кнопки в А660 чисто для галочки. Вес и там и там плюс-минус 85 грамм. Развесовка схожа, однако надо учитывать дикую не эластичную колбасу. Я имею в виду кабель А660. Подсветка у Upconcore прямо из всех мест. Логотип, колесо, задняя поверхность в стиле Logitech G303. Если вы еще помните такую мышь, так еще и фары запихали. Я не против подсветки, но логотип и окоемка 102 более лаконичны. Сенсоры Mercury у 102 и 3325 у 660. На бумаге сравнивать их нет необходимости. Mercury вырывает кишки у 3325 по всем фронтам. От привычности DPI и меньшего лот до скоростей срыва и слежения. Всем лучше Mercury, однако по непроверенной информации возникшей в моей группе, Logitech что-то сделала с сенсором в LightSync. И я не я, и хата не моя, но в описании будет ссылка на этого человечка. Пост вконтакте. Он ссылается на Reddit. Почитайте, если хотите. В своем экземпляре 102 я не заметил какой-либо проблемы. В защиту 3325 скажу, что, несмотря на лот и непривычный DPI, играть на нем можно, без каких-либо проблем. Но он все-таки технически менее совершенен. Какой итог? Перед нами клон, который по факту ничем не превзошел про отца. Ни в форме, ни в кабеле, ни в весе, ни в сенсоре или органах управления. Он даже в цене его не превзошел. Сейчас старую 102 можно купить по цене от 1500 рублей и в ней явно нет каких-то косяков по сенсору. Информацию я дал. Дальше решать исключительно вам. Пока-пока.